Если они как-то всячески давили на президента Украины, чтобы никаких боевых действий не было на территории России, то вероятнее вот последняя, так сказать, встреча с Макроном окончательно все прояснила. То есть, если американцы уже давно к этому склонились, то, наверное, французы вот только в результате всех этих переговоров и вовсе, конечно, не Зеленский склонил Макрона, а больше Макрона склонил к этому Путин своими совершенно чудовищными действиями. Поэтому, ну, это очевидно. Если что-то американцы и французы своим гражданам говорят другое, то это, конечно же, просто, ну, я не назову это ложью, но это игра. Кто что говорит своим гражданам? Путин вот буквально там на последнем каком-то мероприятии российском сказал, что наша морская пехота героически сражается. Между тем весь мир видел, как их морская пехота полегла в больших количествах на Донбассе сейчас. Просто была разгромлена колонна, в которой действительно были морпехи под Углидаром, да. И вот такое ощущение, что дедушка живет в какой-то альтернативной реальности, честно говоря. Вы сказали, что весь мир видел. На самом деле не весь мир. Путин этого не видел. Понимаете, да? То есть он видит то, что ему приносят вырезки какие-то, ксерокопии и так далее. Человек, который не заходит в интернет, который не владеет современными технологиями, даже примитивно, на примитивном таком уровне не владеет, да, он, конечно, сильно отличается от всех остальных. И, конечно, он приведет, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Вот Россия слепа, а ведет ее вообще великий слепец Вова Путин. То есть он, я так понимаю, и раньше-то особым умом не отличался. А сейчас в условиях, когда мир стал информационным и даже люди, которые являются беженцами из Африки, да, стоят в очереди за пособием с телефончиками, с айфончиками, что-то там лазают, играют, узнают новости и так далее. То они серьезно отличаются от Путина, очень серьезно. А этот человек принимает решения относительно, в общем, достаточно большой страны с огромной территорией и, в общем-то, с серьезным пока еще потенциалом. Поэтому, конечно, рассказывать о том, что морская пехота его там воюет в тот момент, когда все видели, как 39 машин буквально на глазах сгорели. То есть были поражены ракетами, были уничтожены минами и, в общем-то, были уничтожены друг другом. Там это тоже видно от страха. И сказать, что они героически сражаются, ну, это чистый троллинг. Понятно, что тот, кто подкидывает Путину такие вопросы и такие ответы, да, он таким образом его троллит и пытается продемонстрировать всему миру, что этот человек не в себе. Ну, посмотрите, ну, пора, пора уже убирать этого дедушку. Не в себе сто процентов, потому что он, когда объясняет, чем они занимаются в Украине, объясняет причины войны, он говорит, а что они к нам лезут? Вот мы бы все спокойно и мирно жили, если бы они к нам не лезли. Кто они, в общем-то, не очень понятно. Но он на полном серьезе это говорит. Более того, он на полном серьезе рассказывает. Вот я теперь знаю, у кого буряты научились мародерству. Он говорит, что у нас тут там какой-то у него чиновник, я не помню, как он называл его, Виталий Андреевич, Андрей Витальевич, неважно, говорит, принял такое решение, волонтеристка, как он сказал, с каким-то диким смешком, оставить все арендованные самолеты в России. Ну, просто в наглую, да. Их потребовали назад, они решили оставить. Ну, ха-ха-ха, нам тоже самолеты нужны. Ну, вот откуда унитазы и привязанные ковры, понимаете. Если главное... И самое главное, я знаю, что эти самолеты такие же, унитазы, то есть их никуда не приспособишь, потому что запчастей нет, ничего нет. Ну, они, конечно, попытаются купить у Китая и так далее. Вот сейчас только сообщили, что Бразилия еще подключилась и просит своих граждан уехать на том же глупом основании, что их могут взять на войну, мобилизовать. То есть американцы, французы и бразильцы рассказывают своим гражданам, что бегите, а то вас возьмут на войну в Украину, а еще есть террористическая угроза. На самом деле, они прекрасно понимают, что сейчас будет война на территории России, это понимают все, а мы к этому готовимся. Мы не понимаем, мы к этому готовимся, ждем этого и, в общем-то, всячески этому способствуем. Ну, очень хотелось бы понимать, вот как с вашей точки зрения, а что, какие успехи он будет демонстрировать там 22-23 февраля, он же там готовит какую-то речугу, да, и а что он скажет своим гражданам вообще, а для чего была эта война? Вот год, там уже убито, да, сотни тысяч людей российских. За что не воевали, за что не убиты, почему тут еще убиты столько же или больше? Вот как он будет это объяснять, с вашей точки зрения? Он ничего не будет объяснять. А зачем, какой, это бессмысленно объяснять тем, кому что-то надо объяснять, им это не объяснишь, понимаете, да? А есть огромная масса, ну, такие государственные рабы, которых большая часть в любой стране, им ничего объяснять не надо, им достаточно сказать, братья и сестры, да, ну, такой сталинскую речь произнести по поводу того, что вот там фашисты на нас напали без объявления войны. И вот уже год трехдневному великому походу мы теперь отмечаем, и если бы мы тогда за три дня не захватили Киев, то, наверное, за, в общем-то, понесли бы бешеные потери, сейчас уже враги бы были там на Дальнем Востоке, уже бы туда дошли, уже Китай захватывали, ну, и будет нести абсолютную чушь, а ватников-то совершенно по барабану, что он там несет. Масса людей, конечно, у которых есть критичное мышление, но они и так понимают, что он ушлепок, они и так понимают, что этот мразь развязала войну, они могут этому способствовать, да, из каких-то своих личных корыстных интересов, из-за того, чтобы участвовать во власти и так далее. Они даже могут как-то приспосабливаться к этому, но в любом случае они все-таки, конечно, понимают, что происходит, и, наверное, какие-то готовят запасные аэродромы, готовятся к отступлению уже к такому серьезному, не из угледара какому-нибудь к отступлению, а такого прям совсем из России, куда-нибудь подальше. Я думаю, что большинство... А куда? А куда, Вячеслав? А мир очень большой, ну, вот представьте себе. Такая страна на полном серьезе может принять это, ну, военных преступников, понимаете? Ну, военные преступники, это вещь такая не сама по себе. Это надо доказывать, доказывать в трибунале, что эти люди военные преступники. Ну, представьте, какой-нибудь губернатор какой-нибудь области, ну, Кемеровской, например, этот, нацета его как... Вот, он соберется, умотает условно в Канаду, да? Ну, мотал в Канаду, попросил там политическое убежище. Что будет? Трибунал никакого нет, пока еще нет никакого трибунала. Будет этот трибунал, возьмут его туда, не возьмут. Это еще бабушка надвое сказала. В России начнется очень серьезная заваруха. Кто бы не пришел к власти и на, так сказать, вот... Ну, эти события будут развиваться таким образом. Кто бы не шел к власти, будет огромное количество крови. Вот этот условный губернатор говорит, да как же я туда поеду? Да куда же, меня там убьют. Мальцы меня там на колпасают. Да вы что? Они скажут, ну да, там одни злодеи. Посмотрите, вон что там творится такое, да? И все, и дадут ему убежище. И еще потом гражданство Канады получится украденным миллиардами. Скажут, а он же миллиарды украл. Скажут, ну что ж, за это его на колпасу сажать? За то, что он миллиард украл. Мало ли кто украл. Он Абрамович украл, Виксельберг украл, там Бехера кто украл. И что? И что, их всех на колпасу сажать? Скажут, нет. Это же коммерческая деятельность. Так было положено. Так по российским законам, он что-нибудь, по путинским законам, он что-нибудь уголовно-наказуемо совершил? Нет. Ну а тогда как мы его по-канадским-то будем привлекать? Губернатор – это чиновник, а чиновники априори виноваты, потому что они поддерживали этот режим, они работали на него. Это вы говорите. А там будут говорить совсем по-другому. Там прибежит 10 адвокатов, которые на пальцах разложат, почему его нельзя ни в коем случае судить. И причем первое, что они спросят, а где вы его собираетесь судить? В России, да там его убьют. В Канаде, а здесь он преступления не совершал. За что его судить? Вы знаете, я почему-то верю, что Запад сможет принять политическое решение. И мы это довольно скоро увидим. Но хочу вам сказать, что да, происходят чудные вещи. Вы знаете, что в Собес... Вот чтобы добавить, на Западе очень хорошо действует, да, международная организованная преступность организованная очень, которая интегрирована и является беловоротничковой, и влияет на государство, и лоббисты работают от этой преступности. И эта преступность, она в засос с путинскими, она часть путинских.